Доброе утро всем, кто к нам сегодня присоединился. Сегодня мы хотим поговорить о теме аденоидов. Тема очень распространенная, часто задают по этому поводу вопросы. И связанная с аденоидами неправильным прикусом. Меня зовут Некрасова Наталья Алексеевна. Я лор-врач детской клиники Fantasy. И со мной сегодня Хохлич Ольга Ярославовна, врач-ортодонт Грибан-19. Денталт Грибан-19. Начнем тогда в принципе с вопроса аденоиды. Что такое аденоиды? Аденоиды это патологически увеличенное глоточное гендарь. У нас есть целое кольцо лимфоидных органов в носоглотке и в ротоглотке. И аденоиды это один из этих органов, находящихся в носоглотке. При его увеличении ставится диагноз гипертрофия аденоидов. Гипертрофия аденоидов – причина основная этого заболевания. Их на самом деле несколько. Но самая главная причина – это частая заболеваемость. Частая заболеваемость ОРВИ, частые контакты с вирусной инфекцией. То есть повышенная нагрузка организма антигенами. Соответственно, чем чаще встречается ребенок с вирусами, тем более вероятно увеличение аденоидной ткани. Соответственно, вторая причина – это в какой-то мере может быть наследственная причина данного заболевания. То есть предрасположенность определенная в семье к более избыточному росту лимфоидной ткани в носоглотке. Третья причина, ну одна из распространенных, то что у детей-аллергиков, у детей с аллергическим ринитом, с полинозом есть большая склонность к росту лимфоидной ткани, чем у детей без аллергических заболеваний. И, конечно же, в какой-то мере влияет условия жизни. Условия жизни в каком смысле? Влажность и температура в комнате, в квартире, где проживает ребенок. То есть чем суше воздух, чем он жарче, тем хуже дышит нос, тем хуже он выполняет защитную функцию, тем больше, опять-таки, ребенок болеет. И мы возвращаемся к первому пункту, из-за чего увеличиваются аденоиды. Ребенок часто болеет. Что можно сказать о степенях аденоидов? Есть такая картинка, которую могу вам показать. Это картинка с степенями увеличения аденоидов. В России до сих пор применяется классификация по трем степеням. То есть это 1 треть перекрытия просвета ХАН, то есть выходных отверстий из полости носа в носоглотку. Вторая степень – это 2 трети перекрытия просвета ХАН. И третья степень – это или практически, или полностью перекрытый просвет ХАН. То есть то, что на картинке мы видим, верхний ряд – это, ну, можно сказать, примерно то же, что мы увидим на рентгене. И нижний ряд – это то, что мы видим при эндоскопии. То есть эндоскопия дает нам прям хорошую, красивую картинку, как выглядит нос изнутри, какое пространство занимают аденоиды, в зависимости от этого мы можем поставить диагноз. Международная классификация имеет 4 степени, в России тоже ее, конечно, не используют. Там по процентам – 25%, 50%, 75% и 100%. То есть 4 степени увеличения аденоидов. Есть еще способ исследования – это КТ. Ну, чаще всего, конечно, КТ делается по какому-то другому поводу и обнаруживают гипертрофию аденоидов, и приходят к лору-врачу. То есть КТ – это не основной способ обследования по поводу аденоидов. Основной способ – это все-таки золотой стандарт мировой – это эндоскопия носоглотки. Или жесткая эндоскопия у детей постарше, или гибкий эндоскоп, так называемый фиброскоп, который, например, в нашей клинике мы именно таким способом исследуем аденоиды у всех детей, любых возрастов, потому что он наиболее щадящий, наиболее, скажем так, приятный для ребенка. Основные клинические проявления аденоидов. Конечно, самое первое, на что обращают родители, это то, что ребенок начинает храпеть. Он начинает, иногда начинается все с того, что ему тяжеловато дышать носом, часто приоткрытый рот, потом появляется ночной храп, в самых тяжелых степенях может появиться ночные остановки дыхания, ночные окноы. Второй по популярности и по распространенности симптом – это частые атиты. Дети начинают часто болеть атитами, атиты больше пяти раз за год. Практически каждое уровень может сопровождаться развитием острого среднего атита, и впоследствии может произойти снижение слуха за счет того, что после острого процесса не до конца выходит эксудат из полости среднего уха, и развивается так называемый эксудатитный средний атит, или его еще называют сирозный средний атит, в результате чего жидкость, появляющаяся из-за остающейся в полости среднего уха, мешает правильному проведению звука, и у ребенка появляется снижение слуха. Третье то, что обращает на себя внимание, связанное больше с нарушением носового дыхания – это гнусавость. У ребенка из-за того, что в полости носа появляется излишняя ткань, появляется гнусавость голоса, и родители тоже очень часто изолированы с этой жалобой, обращаются на прием от ларинголога. И общие, конечно, жалобы для ребенка, который плохо дышит носом, который по ночам дает остановки дыхания, могут быть общие жалобы – усталость, вялость, сомливость, ребенок начинает хуже успевать в школе, больше хочет спать, неусидчивый становится. Это такие уже более распространенные общие жалобы для ребенка, у которого нарушено носовое дыхание. И в связи с нарушением носового дыхания и развитием ротового типа дыхания, появляется в тяжелых случаях, может появиться такое явление, как аденоидный тип лица. То есть изменяется форма лица. И в связи с этой проблемой, которая встречается чаще, чем хотелось бы, в основном нарушение прикуса, чем именно все лицо, меняется весь лицевой скелет. Хотелось бы обратиться с этим вопросом к нашему ортодомату Ольге Ярославовне Хохлич, которая нам более подробно сможет рассказать о том, как происходит изменение прикуса, почему и покажет даже нам различные изображения из практики. Спасибо, Наталья Алексеевна. Всем добрый день, наши слушатели. Мы напоминаем, что сейчас мы находимся в прямом эфире в нашей клинике Фэнтези. Тема сегодняшнего эфира – аденоиды и неправильный прикус. И мы готовы сейчас поделиться с вами второй частью нашей презентации. Это тема, которая касается развития аденоидов и нарушения носового дыхания, так называемого ртового дыхания, и влияния всех этих факторов на формирование прикуса челюстей и на формирование лица в целом. Зона носоглотки, как представлено на данном слайде, отвечает за всю среднюю зону лица. И анатомически зона носоглотки, в которой как раз и развиваются аденоиды по задней стенке глотки, находится в непосредственной анатомической близости с верхней челюстью и с нижней челюстью. Поэтому здесь присутствует непосредственно прямой фактор влияния аденоидов на прикус челюстей, то есть на скелетный тип формирования прикуса или на костный тип. Также зона расположения аденоидов по задней стенке ограничит с основанием черепа, так называемое соединение кленовидной и затылочной кости. В этой зоне находятся остеогенные швы, активность которых прослеживается довольно-таки длительный период. И в этих швах происходят различные тенденции сгибания и разгибания, вследствие чего меняется пространственное положение головы ребенка в целом. Может образовываться запрокидывание головы, либо изменение осевого наклона позвоночника, когда ребенок вытягивает голову вперед для того, чтобы увеличить просвет дыхательных путей, и меняется осанка ребенка в целом, то есть корпус самого ребенка в целом. Зона кленовидно-затылочного синходроза, либо шва, отвечает также за развитие верхней челюсти. Верхняя челюсть может развиваться сама по себе путем деления собственных клеток, так называемый просто прирост верхней челюстной костной ткани, а также верхняя челюсть может развиваться по типу своего переноса, трансляции. И здесь возможны несколько вариантов развития верхней челюсти по типу трансляции. Это перенос верхней челюсти вперед, когда развивается правильный горизонтальный тип роста ребенка. Это перенос нижней челюсти вниз, когда развивается вертикальный тип прикуса, либо как раз аденоидное лицо, и промежуточный тип, когда верхняя челюсть перемещается вниз и вперед. Зона расположения аденоидов и непосредственная близость кленовидно-затылочного синходроза как раз продемонстрирована на этом слайде. И мы можем увидеть, как непосредственно зона синходроза влияет на сдвижение нижней челюсти в области височно-нижнечелюстного сустава. Нижняя челюсть – это единственная подвижная челюсть в черепе. И благодаря тому, что все эти зоны образуют одно анатомическое единство, изменяется пространственное положение нижней челюсти в суставе, и нижняя челюсть как бы провисает. Собственно, она отвечает за открытый рот, и ребенок просто не в силе удерживать рот закрытым. Нижняя челюсть провисает, и лицо удлиняется. Существует сейчас в современной ортодонтии такая тенденция, когда ортодонты изучают не только прикус челюстей, но и изучают саму постуру ребенка и саму постуру взрослого. То есть непосредственно сам опорно-двигательный аппарат. И ортодонтия зубов и челюстей может даже закончиться в контексте ортодонтии стоп. Развитие челюстей по горизонтальному типу и по вертикальному типу прослеживается на данном слайде, когда мы анализируем носовое дыхание и ротовое дыхание. При носовом типе дыхания мы видим, что две челюсти достаточно компактно расположены между собой. У них есть определенная безопасная высота. Высота, которая позволяет зубам смыкаться и всем внутренним органам, самым главным из которых является язык, быть прижаты к нему. Если же высота нижней части лица, как это показано на слайде слева, повышается, расстояние между верхней и нижней челюстью увеличивается, зубы не в состоянии сомкнуться, потому что зубной ткани становится достаточно много, язык отклеивается от неба, ложится вниз и лицо таким образом удлиняется. Для того, чтобы увеличить просвет дыхательных путей, ребенок выдвигает голову вперед, таким образом образуется определенный наклон шейного отдела позвоночника и увеличивается просвет дыхательных путей. Нижняя челюсть при этом приобретает вертикальный контур, так называемая больше вертикализация прикуса. Все эти изменения прослеживаются на слайде. Мы видим, что на первом слайде аденоидной вегетации отсутствует полностью свободная носоглотка, а на втором слайде стрелкой указаны как раз аденоидная вегетация и гипертрофия аденоида. Горизонтальный и вертикальный тип развития челюстей очень важен для развития лица в целом. И мы уже обсуждали и эту тенденцию, фейс-ортодонтию, и такой важный аспект развития лица ребенка в целом. При правильном носовом дыхании формируется гармоничное лицо, когда верхняя и нижняя челюсть развиваются кпереди. Мы имеем хорошую выпуклость лица, лицо наполненное, челюсти сжаты, и прикус устраивает ортодонта и устраивают, конечно же, родители. При ротовом типе дыхания весь верхний челюстной комплекс смещается вниз, верхняя челюсть как будто бы падает вниз, за ней оттягивается и нижняя челюсть на этаж ниже, лицо приобретает плоский тип, и лицо удлиняется, длинный тип лица. Две челюсти, верхняя и нижняя, анатомически по себе абсолютно разной формы. Верхняя челюсть – это определенное тело, тело квадратной формы, а нижняя челюсть – это челюсть угловая. Для того, чтобы объединить абсолютно две неконгруентные челюсти, верхнюю и нижнюю, у нас присутствует такое связочное звено, которым является язык. Язык, как мягкий мышечный орган, объединяет две челюсти. Сам по себе язык является связанным с нижней челюстью, то есть это орган нижнего этажа, но его правильное положение всегда на небе. То есть язык является таким межчелюстным органом, который поднимает нижнюю челюсть вверх к небу и помогает держать рот закрытым. Правильное положение языка – это на небе. Здесь очень хорошо продемонстрировано, как язык образует правильный подъем, при этом уздечка языка должна позволять ему хорошо подтягиваться вперед. Есть такое выражение – держать рот на замке. Все мы, как родители, хотим, чтобы наш ребенок вовремя, и наслаждаемся тем моментом, мы хотим увидеть, как он первый раз пойдет и как он первый раз заговорит. Потом, когда ребенок взрослеет, мы хотим, чтобы ребенок сидел и чтобы ребенок молчал. Вот в каком-то смысле здесь есть и правда, есть и противоречия. Со стороны нашей, со стороны подхода врача-ортодонта к формированию правильного прикуса, важно в состоянии покоя держать рот закрытым. И это правильная привычка, которая может обеспечить ребенку правильное развитие челюстей и правильно гармоничное лицо. При этом вот такая вот привычка, она является очень сильным мышечным стереотипом, который многократно повторяется. Ребенок об этом никогда не задумывается, не задумываются родителям. Но если эта привычка сформируется правильно с раннего возраста, поверьте, что челюсти будут развиваться гармонично, и лицо у ребенка будет правильно. Посмотрим на примере младенца, каким образом в период новорожденности устанавливается самая первая жизненно важная функция дыхания. У ребенка в этом возрасте все первозданное. Еще нет выраженных нарушений, еще не повлияли факторы внешней среды. И в состоянии покоя у младенца рот закрыт. Основная функция, которая обеспечивает жизнеобеспечение ребенку, это сосание и глотание. И вот если ротик приоткрыть на втором слайде, на второй картине, мы можем увидеть, что язык у ребенка должен быть приклеен на нем. Вот такая привычка должна закрепиться у ребенка с младенчества и должна отрабатываться у ребенка в последующем, во время уже прорезывания молочных зубов и во время прорезывания постоянных зубов. То есть это самая правильная, самая верная привычка, и это самый ценный, самый такой дорогой инструмент, который может обеспечить развитие правильного прикуса для вашего ребенка. Посмотрим теперь на примере сформированного сменного прикуса на ребенка, у которого развивается правильное носовое дыхание и лицо гармонично. Здесь присутствуют определенные пропорции. Пропорции лица, верхняя, средняя и нижняя зоны, они гармоничны и уравновешены. То есть есть определенные между ними пропорции, и эти части, они уравновешены. Лицо наполненное, лицо имеет определенную выпуклость, хорошо проконтурируются щеки. Лицевой угол правильный, то есть и верхняя, и нижняя челюсть находятся в одной лицевой проекции. Нижний контур нижней челюсти имеет горизонтальный вектор, горизонтальный угол и хороший осевой наклон позвоночника. Второй ребенок, у которого прослеживается ротовое дыхание, имеет более выраженный вертикальный компонент прикуса. Лицо более вытянутое, лицо вертикализировано, нижняя и средняя зоны лица вытянуты. Когда вытягивается средняя зона лица, открывается просвет хаан, и носик выглядит слегка открытым и вздернутым. А верхняя губа при этом оттягивается вверх, она выглядит тоже немножко вздернутой, и увеличивается желобок между носом и губой. Нижняя челюсть при этом провисает к низу, потому что мягкие ткани не в состоянии ее подтягивать к верху, к верхней челюсти, и язык не в состоянии прижиматься к небу. Верхняя челюсть заужена, и небо узкое, готическое. На профильном снимке мы можем увидеть, что нижняя челюсть смещается кзади, так называемое скошенное лицо. У ребенка образуется вертикальный тип угла нижней челюсти. Нижняя челюсть выглядит диагонально, и шея наклонена вперед, то есть осевой наклон шейных позвонков больше направлен к переди. Если мы посмотрим на аденоидный тип лица во фронтальные снимки на компьютерной томограмме, то хорошо видно, что верхняя челюсть имеет изменения в ширину. Верхняя челюсть заужается, и все зубы, которые у ребенка сейчас представлены еще, кто зачатками, кто уже готов к прорезыванию, находятся в определенном одном напряженной области, в одной напряженной зоне. То есть присутствует определенный дефицит места, и все зубы, они как будто бы наслаиваются один на другой. У ребенка будет проблема с прорезыванием зубов в сроке, и у ребенка будет проблема с тем, что зубам не будет хватать места для правильного расположения. На снимке в профиль мы видим, насколько отличается костная основа верхней челюсти от структуры нижней челюсти. Нижняя челюсть полностью диагонально имеет контур, и нижняя челюсть находится далеко кзади. В фотографии зубов ребенка или прикуса ребенка в профиль видим, что верхняя челюсть куполообразная, так называемая готическая челюсть, когда верхние зубы находятся достаточно высоко, боковые зубы низко, и весь контур нижней челюсти неровный. Верхняя челюсть имеет определенный рельеф. Между верхней и нижней челюстью находится зазор, и в этом пространстве свободно находится язык. То есть язык не имеет правильной укладки, и язык не прикладывается к небу. Аденоиды и ротовой тип дыхания непосредственно влияют на развитие разных типов прикуса. То есть это не просто аденоидное лицо и узкие челюсти, это разные неправильные типы прикуса. Первым таким прикусом, который развивается у детей со слабой мускулатурой около ротовой области и с неправильным положением языка, это дистальный прикус, когда нижняя челюсть находится кзади. На слайде с желтой стрелкой мы видим, что у ребенка есть аденоидная вегетация, и это приводит к тому, что нижняя челюсть в своем профиле занимает заднее положение. Вторым примером развития неправильного прикуса является формирование глубокого прикуса, когда две челюсти находятся на низкой высоте между собой, и одна челюсть верхняя достаточно сильно перекрывает нижнюю. Также стрелкой указаны аденоидной вегетацией, есть абсорбция носовых ходов, носового дыхания и перекрытие носового просвета. Третий тип прикуса, который развивается при аденоидных вегетациях, это открытый прикус, когда язык достаточно крупный, слабый, и язык прокладывается кпереди между зубами, зубки при этом не смыкаются. Следующим типом неправильного прикуса, который может сформироваться, это мизиальный, либо обратный прикус. Как правило, он также связан с крупным размером языка, с макроглосеей, язык при этом прокладывается кпереди, выдвигается вперед, и вся нижняя челюсть от такой большой мышечной массы больше смещается кпереди и растет кпереди. У нас есть очень красочный, очень показательный пример двух детей, дети-близнецы, 8,5 лет, дети, скажем так, одной семьи, у которых есть одинаковый генетический материал, и разные факторы влияния внешней среды, и разные типы развития прикуса. У одного из ребенка горизонтальный тип развития челюстей, две челюсти развиваются правильно и вперед. Присутствуют определенные незначительные изменения по прикусу, но в целом это гармоничное лицо и правильный горизонтальный вектор. У другого ребенка, в связи с тем, что более выражена аденоидная вегетация и присутствует ротовое дыхание, развивается более длинное лицо и более плоское лицо. Посмотрим сейчас на снимки двух девочек, и увидим, что на первом слайде, которые отвечают за более гармоничное горизонтальное лицо, на снимке компьютерной томограмме были обнаружены аденоиды первой степени. Родители детей не беспокоило это, аденоиды были выявлены только на нашем снимке. Компьютерной томограмме, с желтой стрелкой была указана зона и гипертрофия этих миндалин, челюсти при этом, при первой степени, имеют правильный горизонтальный тип роста. Верхние зубки немножко выдвигаются кпереди, это и послужило целью обращения к ортодонту. У второго ребенка нижняя челюсть имеет абсолютно другой контур. Она вертикализирована, она занимает более низкое положение, более высокий угол между двумя челюстями, лицо более длинное и лицо более плоское. При этом верхние и нижние зубки не смыкаются, и образуется открытый прикус. Степень аденоидной вегетации у второго ребенка представлена желтая стрелка, вы видите, что есть гипертрофия. При двух вот таких исходных картинах мы видим, что просвет дыхательных путей сужен у этих детей не одинаково. У первого ребенка просвет достаточно широкий, при этом присутствует вертикализация осевого наклона позвоночника. Ребенок хорошо дышит, свободно дышит, а у второго ребенка присутствует наклон головы вперед, и в большей мере выражено сужение дыхательных путей. Все это сыгрывается, и все это имеет картину, которая отображается на форме неба. У одного ребенка небо более плоское, у второго ребенка небо достаточно глубокое, и верхняя челюсть узкая. На фронтальных снимках можно увидеть, что верхняя челюсть первого ребенка достаточно широкая, и достаточно места было для того, чтобы все постоянные зубки первого порядка прорезались, и между зубами даже есть промежутки. А у ребенка с аденоидом типа лица и с ротовым дыханием места для прорезывания зубов нет. И верхняя челюсть узкая, и нижняя челюсть узкая. И также есть предрасположенность к проблеме прорезывания клыков. Клыки на верхней челюсти залегают достаточно высоко, и при такой узкой челюсти есть все факторы того, что они могут задерживаться и прорезываться в неправильном порядке. Сужение челюсти у первого ребенка присутствует в незначительной степени, а у второго ребенка есть открытый прикус. Мы видим просвет между зубами, мы видим, зубы расположены в хаотичном порядке, есть напряженное положение зубов, зубы имеют неправильные осевые наклоны. И у первого и второго ребенка присутствует разное смыкание зубов между собой. У ребенка, у которого есть ротовое дыхание, зубы не смыкаются в принципе в переднем участке, а есть определенная дугообразная вытянутость в верхней челюсти, и в эту зону прокладывается язык. То есть факторы языка имеют решающее значение. При узкой верхней челюсти язык просто не в состоянии лежать на небе. Мы провели сейчас такой вот короткий экскурс по вопросу того, каким образом аденоиды и ротовое дыхание могут влиять на клинику, то есть что мы можем увидеть у ребенка с ротовым типом дыхания, с аденоидами. А теперь, конечно, самая важная часть и самый важный блок нашей сегодняшней тематики – это что же делать. И мы постараемся с Натальей Алексеевной сейчас эту тему раскрыть. Со стороны лор-врача мы рассмотрим медикаментозные методы и методы хирургические, а со стороны врача-ортодонта мы готовы будем рассмотреть аппаратурные методы и что же делать для челюстей, какую помощь мы можем оказывать. Я начну про лечение. В плане лечения, как вы слышали, на самом деле такая маленькая, казалось бы, проблема носоглотки может повести за собой такие уже более масштабные проблемы и масштабные изменения даже во всем организме. Что можно рассказать в плане лечения? Конечно, в большинстве случаев, когда это не очень большая степень увеличения аденоидов, мы стараемся лечение все-таки производить консервативно, то есть без хирургического вмешательства. Соответственно, консервативное лечение на настоящий момент – это золотой стандарт международный в лечении гипертрофиаденоидов, это применение топических глюкокортикостероидов. Это препараты, которые сейчас, наверное, практически всем уже известны. Это действующее вещество маметазона фурат, это Назанекс, его аналоги. Это вещество флотикозона фурат, это Аванис и его аналоги. То есть это множество препаратов, которые можно лечить аденоидом детей, гипертрофиаденоидов, начиная с двухлетнего возраста. Препараты безопасные, препараты, которые не всасываются практически в кровь, не влияют на рост и на вес. И по последним данным есть доказанные исследования, которые говорят о том, что наиболее безопасным считается препарат маметазона фурат, который не оказывает вообще никакого влияния на рост и вес ребенка в дальнейшем. Поэтому он все-таки сейчас является препаратом выбора для лечения гипертрофии аденоидов. Конечно, большую роль играет правильное, хорошее, качественное промывание носа. Чтобы не было застоя слизи, в которой могут быть вирусы, бактерии и прочие возбудители инфекции, из-за чего начинают развиваться аденоиды. Немаленькую роль играет влажность и температура в комнате. Об этом мы уже говорили. Конечно, очень большое количество детей и семей живут при температуре достаточно высокой, 25-26 градусов, при низкой влажности в квартирах, из-за чего хуже дышит нос, больше дети болеют. Поэтому, конечно, выравнивание температурно-влажностных характеристик – это тоже большую роль, конечно, играет в лечении аденоидов. Немало важно сказать, что все же, так как большую часть инфекций, допустим, атиты и синуситы, которые тоже сами по себе могут стимулировать развитие аденоидов или стать следствием гипертрофированных аденоидов, вызываются такими возбудителями, как привмокок, такими возбудителями, как гемофильная инфекция, то не надо забывать, что в наше время существует вакцинация от этих инфекций, которая предотвратит какое-то количество тяжелых таких осложнений, проблем с аденоидами. В плане консервативного лечения – это на настоящий момент и в наше время оптимальное лечение гипертрофии аденоидов. По всем клиническим испытаниям, по доказательным данным, физиотерапия, гомеопатия, травяное лечение не показало никакой доказанной эффективности в лечении гипертрофии аденоидов. Дальше картинка, которую могла бы я показать, сейчас посмотрим. Это до операции и после операции. До лечения, после лечения у нас, к сожалению, видимо, не сохранилось. Поговорим про хирургическое лечение. Хирургическое лечение – это аденотомия, то есть удаление аденоидов, избытков аденоидной лимфоидной ткани из носоглотки. В наше время все, ну, по крайней мере, в Москве точно, но и в большинстве крупных городов, все же уже эта операция делается в условиях общей анестезии, то есть под наркозом, и преимущественно под контролем зрения, то есть эндоскопически. Без контроля зрения практически нигде уже эту операцию не делали. Способы проведения аденотомии, удаления лимфоидной ткани, их много, начиная от классического ножа аденотома, который тоже под контролем зрения, срезает часть лимфоидной ткани вот этой до нормального состояния носоглотки. Также есть уже более такие продвинутые, скажем, способы. Это шейверная аденотомия, это лазерная аденотомия, это холодовая комблация. Ну, чем обеспечена клиника, что есть в клинике, то и применяют. На самом деле, основная задача любого из этих способов – просто убрать избыток лимфоидной ткани и нормализовать носовое дыхание. В плане результатов операции, вот на картинке вы можете видеть, у мальчика 7 лет, до операции была третья степень увеличения аденоидов, то есть практически не видно красным, чуть-чуть видно на экране, красным обведен просвет, который оставался ребенку для дыхания. И после операции, особенно красиво выглядит на левой картинке, также обведено результат операции. То есть просвет для дыхания восстановлен полностью. То есть ребенок спокойно может дышать носом, скажем так, полной грудью. В плане послеоперационного восстановления, чаще всего мы рекомендуем, ну, хотя бы 2 недели послеоперационного такого восстановительного периода. Очень часто выписывают в детский сад школы через неделю после операции. Основная проблема какая? То есть в послеоперационном периоде, конечно, первые пару дней болевые ощущения в носоглотке, никто этого не отменял. Это все-таки послеоперационная рана. Конечно, врач должен сделать назначение в плане обезболивания, в плане улучшения носового дыхания, потому что присутствует послеоперационный отек ткани, и ребенок в первый день может храпеть еще сильнее и страшнее, чем храпел до этого, чем пугает родителей. Но на самом деле это абсолютно нормально, потому что, естественно, после того, как сделали рану в носоглотке, то есть срезали аденоиды, ткани местные отекают и вызывают такое ощущение, как будто ничего не поменялось. То есть также ребенок храпит. С каждым днем эта ситуация улучшается. Нос начинает дышать все лучше и лучше. На вторые сутки обычно уже и не болит ничего. Но с болью хорошо справляются современные обезболивающие средства. То есть это нурофен и протестамол, разрешенный у детей. По необходимости используются сосуды, сушивающие, чтобы ребенку легче было дышать носом. Неделя, наверное, есть смысл такого щадящего питания, то есть протертое, не вызывающее повышенной кислотности, без всяких таких острых ярких вкусов. Особое место в этом занимает мороженое. Очень сильно улучшает настроение детям. Особенно в первые же часы после операции работают иногда лучше, чем нурофен. То есть мороженое ребенку после операции можно и нужно. Естественно, только, грубо говоря, часть ломбира, которая мягкая, без вафли, чтобы нельзя было поцарапать горло и прочее. И очень хорошо улучшает настроение ребенка. Ну и впоследствии тоже можно. Через неделю уже можно спокойно потихонечку возвращаться к обычному режиму питания, к обычному режиму жизни и дальше уже выходить в детский сад, в школу в зависимости от того, какого возраста у ребенка. Что еще можно сказать в плане операции? Конечно, сейчас Руя Гераславовна нам расскажет про то, какие проводятся способы коррекции именно ортодонтической прикуса. Потому что в любом случае, если мы не справимся с проблемой ротового дыхания, все лечение у ортодонта может, в принципе, весь эффект сойти на нет после прекращения терапии. И самое главное, что хотел бы еще сказать в плане показаний к операции. Показания к операции всегда есть четкие и без реальных, настоящих показаний к операции никто не будет предлагать удалять ребенку орган из организма, то есть в данный момент аденоиды. То есть абсолютные показания к аденотомии это остановки дыхания во сне. То есть ребенок дышит ртом, храпит по ночам и начинает давать ночные апнои. Ночных апнои быть не должно. Поэтому это может быть единственным изолированным показанием для удаления аденоидов. Также вторым показанием, самым острым, это может быть частые атиты с снижением слуха. Если лечения атиты идут один за другим, формируется эксудативный атит, не выходит жидкость из полости среднего уха, и постепенно ребенок начинает терять слух. Это тоже изолированное показание, даже без проблем с носовым дыханием, без гнусавости, без изменения формы черепа. Это тоже показание для удаления аденоидов. Ну и, конечно, изолированным показанием может быть нарушение прикуса. Нарушение прикуса, изменение типа лица. Хотя редко оно бывает изолированное. Чаще всего это связано с нарушением носового дыхания и с появлением ротового типа дыхания. После удаления аденоидов, наверное, есть смысл где-то месяц подождать до того, как начинать ортодонтическое лечение, потому что, ну, в какой-то мере, наверное, если понадобится лечение в условиях наркоза, чтобы это не было частым наркозом. То есть подождать, ну и плюс после стихания процесса, такого послеоперационного воспалительного отечного процесса носогонки, надо месяц выждать, чтобы лечение проходило успешно и для ребёнка было комфортно. Дальше давайте поговорим по поводу лечения ортодонтического нарушения прикуса. Значит, если мы сейчас будем говорить о теме лечения прикуса при ротовом типе дыхания, каким образом помочь ребёнку, чтобы он держал рот закрытым, каким образом помочь вернуть челюстям правильную форму, мы можем рассмотреть два вида коррекции. Это коррекция самая ранняя, которую мы называем ранняя ортодонтическая коррекция. В большей мере, наверное, это не лечение, а именно коррекция. Это миофункциональное лечение. Здесь неограниченные возможности работы с мышцами, с мягким каркасом, который окружает челюсти, для того, чтобы рот был закрыт. Работа с мягкими тканями губ, работа с языком, работа с мышцами шеи, для того, чтобы ребёнок правильно держал голову, для того, чтобы нижняя челюсть никуда не западала и не смещалась кзади. То есть это неограниченные возможности для работы с мышцами и в небольшой степени ограниченные возможности работы с челюстями, потому что ребёнок в раннем возрасте ещё не сможет носить ортодонтические аппараты, а порой иногда и в 2-3 года у нас ещё нет полного набора молочных зубов, для того, чтобы правильно расположиться на зубах, для того, чтобы аппарат анатомически хорошо держался на зубах и на челюстях. Поэтому в самом раннем возрасте, вот с периода новорожденности до периода становления молочного прикуса к 2-3 годам, а то и в период созревания молочного прикуса до 4-х, иногда до 5-ти лет, мы рекомендуем миофункциональную коррекцию. Это всяческие необходимые упражнения в течение дня для того, чтобы мышцы ребёнка, лицевой области были в тонусе, для того, чтобы ребёнка стимулировать держать рот закрытым, рот на замке, губы сомкнутыми, язык на нёбе, определённые тренировки. И у логопеда, когда логопед помогает вытягивать язык к нёбу, развивать уздечку языка, если это требуется, и формировать правильную привычку приклеивать и поддерживать язык на нёбе. Вот такая миофункциональная коррекция и такая поддержка изнутри при помощи языка позволяет подтянуть нижнюю челюсть к верхней челюсти, и рот автоматически закрывается. Если мы говорим о ночном состоянии, когда ребёнок спит, то здесь в расслабленном состоянии мышцы как таковые не работают, и рот может размыкаться. Во время ночи очень правильно обеспечить правильную укладку ребёнка, чтобы голова его не запрокидывалась и не формировался разгибание в шейном отделе позвоночника, чтобы нижняя челюсть опять не западала. То есть за ребёнком ночью нужно следить, как он лежит, как он спит, какая у него подушка, и формировать правильную укладку для сна. Также есть определённая методика тейпирования, когда губки на ночь заклеиваются специальным пластырем для того, чтобы мышцам помочь направить их в состояние смыкания. Это всё ранняя ортодонтическая коррекция. Конечно же, основным методом коррекции у врача-ортодонта является аппаратурное лечение. Тогда, когда мы можем работать непосредственно с челюстями, то есть со скелетными структурами, с костными структурами, челюстное лечение. Это аппараты по своему типу, в основном, которые относятся к группе расширителей. Расширители применяются, как правило, на верхней челюсти в области нёба, потому как именно при аденоидном типе лица и при аденоидах и ротовом дыхании больше всего страдает форма верхней челюсти. Верхняя челюсть нуждается в расширении, и верхняя челюсть нуждается в создании места для прорезывания будущих постоянных зубов. Поэтому это аппараты расширителей, которые первично фиксируются на верхнюю челюсть. Если у нас есть сочетанные аномалии прикуса, когда у ребёнка мы обсуждали есть и дистальный прикус, и глубокий прикус, или иные сочетанные формы неправильного прикуса, тогда лечение может быть не только одноэтапным, когда мы лечение начинаем на верхней челюсти, а лечение может проходить в два или в три этапа. На втором этапе мы можем подключать специальный функциональный аппарат для коррекции положения нижней челюсти, когда нижняя челюсть ребёнка выдвигается в правильное положение, и на третьем заключительном этапе мы можем применять более взрослые системы, к которым относится, например, брекет-система. То есть лечение может быть комплексное. Лечение аденоидного типа лица, когда есть стойкие нарушения, может проходить в несколько этапов. Это не только аппарат первого типа, это может быть аппарат и второго этапа, и даже брекеты. Но если все эти изменения рано выявлены, то возможно достичь стойких изменений только при помощи первого этапа. Поэтому здесь важно своевременное выявление аденоидов, своевременное вращение к специалисту. Аппаратами первого типа, которые фиксируются для расширения верхней челюсти, являются аппараты несъёмного типа, по типу хааса. Это аппараты, которые имеют в себе винт. Винт располагается в области нёба. При помощи расширения этого винта челюсть расширяется и меняет свою форму. Аппараты достаточно удобные для детей. Дети их могут носить уже в раннем возрасте, в 4-5 лет, в 6-7-8 лет. И в другом возрасте, если то позволяют молочные зубы, у них нет резорции. То есть это аппараты, которые применяются в разных возрастных группах. Все аппараты призваны расширять верхнюю челюсть. У этих аппаратов есть разные модификации. Это могут быть аппараты по типу пензелема, не только для фиксации в области молочных зубов, но и для фиксации в области постоянных зубов, когда на постоянной зубке располагаются специальные рычаги, которые позволяют развернуть зубы против часовой стрелки по своей оси. Потому что при сужении верхней челюсти есть изменения не только на молочной зубной дуге и не только в переднем участке зубной дуги, но и есть ротация моляров, самых задних постоянных зубов. Если эту ротацию моляров не исправить, нижняя челюсть будет находиться в стойких изменениях и в заднем положении. Поэтому мы также применяем аппараты для сочетанной коррекции. Аппарат расширяет зубную дугу в области молочных зубов и корректирует ротацию задних постоянных зубов. Также мы используем аппараты гибридные, аппарат гибритроса, в котором есть накусочная пластинка. Эти аппараты также позволяют корректировать сочетанный прикус и глубокий, и дистальный уже на первом этапе. Автоматически расширяется и верхняя челюсть и корректируется положение нижней челюсти. То есть ребенку намного удобнее держать правильный прикус и корректируется лицо в целом. Аппараты биоблок – это аппараты расширителей для верхней челюсти, которые позволяют изменить форму челюсти и позволяют откорректировать передний участок верхней челюсти. То есть верхние зубки фиксируются здесь специальными рычагами и есть возможность исправить протрузию этих резцов, когда зубки выпирают вперед и выпячиваются из-под губы. Также мы используем аппараты твин-блока. Это аппараты уже с накусочными блоками не в переднем участке, а в боковых участках, которые позволяют также корректировать дистальный прикус и глубокий прикус. Также используются аппараты-корректоры вредных привычек, которые имеют заслонку для языка, когда язык оказывается в ловушке, он удерживается только в определенном правильном положении, не прокладывается вперед, открытый прикус при этом не поддерживается, а язык всячески устремляется на небо. Основная цель всех этих аппаратов создать правильную форму и правильный купол для неба, для того, чтобы туда устремился язык. И когда язык чувствует, что эта форма ему подходит и ему удобно быть и располагаться на небе, нижняя челюсть тянется вместе с языком к переди, и рот у ребенка закрывается. То есть первое, что мы должны обеспечить ребенку с аденоидами, это обеспечить свободу просвета для носового дыхания. Этим занимается врач ЛОР. То есть мы оцениваем, будет это медикаментозная поддержка, либо это будет хирургическое лечение. А врач-ортодонт позволяет замкнуть челюсти и соединить челюсти, для того, чтобы исключить фактор открытого прикуса и фактор длинного лица. Мы сейчас можем показать пример лечения в слайды до и после развития длинного типа лица у ребенка в раннем возрасте. Это возраст 6-7 лет, когда мы имеем узкое аденоидное лицо, лицо достаточно плоское, и выраженная нижняя треть лица. Ребенку была проведена коррекция. Мы видим на слайдах, что достаточно сильно изменилась вся средняя зона лица. Средняя зона лица выглядит сейчас достаточно широкой, и изменилась нижняя зона лица и пропорция лица. Ребенок с улыбкой. Видим, насколько узкая была верхняя челюсть, и ребенок после коррекции. Ребенку легко дышать, изменился прикус ребенка, изменилась форма челюсти, изменилась функция. Язык теперь правильно лежит, губы сомкнуты, и ребенок будет здоровым, ребенок будет все здоровым, и правильно будет развиваться лицо. Снимок этого ребенка в профиль, компьютерная томограмма. Видим, что есть аденоидная вегетация, есть изменение наклона позвоночника, разгибание позвоночника впереди, наклон головы, есть вертикализация контура нижней челюсти, когда нижняя челюсть имеет диагональный контур, есть несмыкание губ и несмыкание зубов, и достаточно высокий такой угол между двумя челюстями. Прикус ребенка в фаз, когда челюсть достаточно узкая, массы зубной, постоянных зубов много, ширина их большая, места для положения, для прорезывания этих зубов в полости рта нет, конечно же, была бы нарастающая скучность, зубы бы выпирали вперед, была бы протрузия этих зубов, дефицит места для прорезывания следующих. Мы видим, что центральные зубы расположены на переднем плане, а все остальные зубы, боковые резцы, боковые сегменты, они расположены на заднем плане, то есть все зубы расположены в таком ступенчатом порядке, в шахматном порядке. Конечно же, ребенку здесь необходимо оказать ортодонтическую помощь, и первично здесь была оказана помощь только на верхней челюсти. Мы носили аппарат-расширитель, после чего стало достаточно хорошее развитие и зубов на нижней челюсти, и правильно сформировалась нижняя зубная дуга. Вот такая изначальная картина прикуса ребенка. Мы видим, что верхняя челюсть заужена, осевые наклоны двух временных клыков выглядят запавшими, корни зубов расходятся широко, а коронки зубов выглядят зауженными, в результате чего верхняя челюсть по зубной дуге заужена, языку неудобно лежать, язык лежит внизу. Была проведена коррекция формы челюсти при помощи аппарата-расширителя верхней челюсти. Он был зафиксирован только на молочные зубки. Для постоянных зубов использовалась кнопка для доротации. И после коррекции мы видим вот такой стойкий результат. Лицо гармонично, улыбка широкая, увеличился просвет хаан, легче ребенку дышать носом, увеличилась средняя зона лица, она стала более широкой, увеличилась зона улыбки, хороший миофункциональный баланс губ, губки достаточно легко растягиваются, губы стали мягкими, хорошими, податливыми. И изменился контур подбородка, контур нижней зоны лица. И снимок ребенка в профиль, видим, что зубки верхней челюсти были вытянуты кпереди, между ними было пространство. И после коррекции зубки больше обращены в сторону полости рта, хорошее замыкание зубов. Это результат промежуточный, потому что сменный прикус. Мы никогда не стараемся достичь канона взрослой улыбки, потому что на то это и ребенок, что у него должна быть своя особая данная ему улыбка. И смена зубов по этим критериям абсолютно выполнена правильно. И дальше ребенок будет уже ходить без аппарата, и зубки в боковых участках будут меняться самопроизвольно. Вот такие у нас есть экскурсы по поводу лечения. Мы с вами рассмотрели консервативные методы лечения у врача Лора, мы рассмотрели хирургические методы коррекции, также аппаратурное лечение у врача-ортодонта и миофункциональное лечение у врача-ортодонта. Будем сейчас рады ответить на ваши вопросы. Возможно, вопросы касаются клиники, клинической ситуации. Есть какие-то вопросы, сомнения по поводу консультации, что важно учесть, в каком возрасте, к кому обращаться. Или вопросы, которые касаются лечения. Пожалуйста, мы будем рады обратной связи. А давайте теперь взаимодействовать с вами, зрители. Давайте ответим на у нас под постом, был вопрос. Расскажите про восстановительный период. Какие ограничительные ограничения первые дни после операции? Мы чуть-чуть об этом поговорили, когда рассказываем про хирургическое лечение. Восстановительный период обычно занимает от недели до двух недель. В плане ограничений, конечно, в первую неделю, даже больше в первые несколько дней, надо ограничить физические нагрузки, явные физические нагрузки, потому что все-таки есть рана к носоглотке, чтобы избежать возможных осложнений в виде какого-то повторного появления кровотечения. Хотя это крайне маловероятно в наше время. Очень хорошо сушат, скажем так, рану, после чего повторное кровотечение практически никогда не бывает. Но, тем не менее, нагрузку ограничить, потому что после операционного периода может и температура у ребенка подняться, и общее самочувствие, и вялость, и слабость, и все-таки это был наркоз, после которого может быть и легкое головокружение, и какое-то недомогание. Поэтому нагрузку надо ограничить. И в плане питания это тщадящая диета без острых, без каких-то блюд, без специй. Дети обычно такое не едят. То есть в основном пюре, соки, каши, все, что такое мягкое, легко глотать, не вызывает болезненных ощущений при глотании. Обычно через неделю, чаще всего через 10-14 дней уже можно возвращаться в детское учреждение и спокойно вести обычный образ жизни. Так, еще. Есть ли связь между удалением аденоидов и усилением тяжести бронхиальной астмы у ребенка поленозом нацветения на животных? Какие методы лечения аденоидов нам более эффективны? По всем данным, какие мы когда-либо искали, по всем исследованиям, не доказано вообще никакой связи между удалением аденоидов и усилением признаков бронхиальной астмы, симптомов. Так же, как и связи между удалением аденоидов и увеличением частоты заболеваемости. Дети, обычно родители хотят, чтобы после удаления аденоидов ребенок перестал болеть. Такого не бывает, потому что, в принципе, ребенок должен болеть. Таким образом, наша иммунная система учится. Относительно бронхиальной астмы и поленоза, в принципе, даже больше вероятность того, что сохраняющаяся гипертрофированная лимфоидная ткань в носоглотке может как раз утяжелять и усиливать симптомы аллергического генита за счет более выраженного отека, более долгого задерживания аллергена в полости носа за счет того, что аденоид мешает хорошей функции носа. За счет этого симптомы могут быть более яркие, более сильные. То есть, у ребенка и так есть аллергия, у него отек в полости носа, и еще сильнее текают аденоиды, еще сильнее увеличиваются, за счет чего общее самочувствие ухудшается. Поэтому, еще раз повторю, данных, подтверждающих, что бронхиальная астма может ухудшаться после удаления аденоидов, нет. Так, Анатолия Пусян, еще прививки и аденоиды есть связь? У сына аденоидит, кинетика не отягощена, аллергии нет. Так, никакой связи нет. Если ребенок не в остром состоянии, нет острого заболевания, надо прививаться. Можно и нужно. Чем лучше привит ребенок, тем меньше он болеет, особенно вот такими инфекциями, как пневмококовая, гемофильная, и тем меньше возможных осложнений, проблем с аденоидами. Меньше адитов, меньше синуситов. С какого возраста можно заниматься прикусом? Значит, такой вопрос, на который можно с двух сторон ответить, подойти, в зависимости от того, в каком контексте он задан. Если речь идет о том, профилактически, вот с какого возраста заниматься прикусом в целом, то это к возрасту, двух-трех лет, когда прорезали все молочные зубки, нужно обратиться к стоматологу, к детскому стоматологу, для того, чтобы оценить здоровье этих зубов, качество зубов, какие средства ухода, гигиены необходимы. Конечно же, если детский стоматолог выявит какие-то нарушения, он порекомендует обратиться к ортодонту в этом раннем возрасте. Все, что может со своей стороны посоветовать ортодонт и назначить курс лечения, это будет раннее лечение функциональное, для того, чтобы откорректировать фактор вредных привычек или фактор вот этих постоянно повторяющихся териотипов, если это есть неправильное глотание, неправильное положение языка, разомкнутые губки, просто вот такая привычка держать губы разомкнутыми, а аденоидов, например, еще нет, то мы можем говорить и о тренере, о первых таких профилактических аппаратах, мы можем говорить о занятиях у логопеда, о миофункциональной коррекции, о орофациальном массаже. Все эти виды коррекции, они относятся к раннему возрасту. Для того, чтобы начать лечение ребенка на аппаратах аппаратурными методами, мы, как правило, рекомендуем приближаться к возрасту 5-6 лет, потому что в этом возрасте мы отслеживаем, достаточно ли между молочными зубами появляется в нужном объеме промежутка. Если этих промежутков мало, это является показанием к тому, что челюсть нужно готовить вот здесь и сейчас уже к раннему школьному возрасту, когда будут прорезаться первые зубки. То есть готовить челюсть уже заранее для того, чтобы зубам не было тесно, для того, чтобы зубы прорезались правильно, а не исправлять эту проблему, когда она уже возникла. То тогда мы можем говорить о аппаратах-расширителях к возрасту 5-6 или 6-7 лет, в зависимости от того, когда у деток прослеживается как раз тенденция к смене зубов. Если это абсолютно ранняя коррекция на аппаратах-расширителях, то должны быть четкие тогда строгие показания, к которым относится, например, обратный мизиальный прикус. У ребенка с аденоидами как раз такой прикус может сформироваться, когда нижняя челюсть из-за большой массы языка выдвигается к переди. Тогда такой прикус мы можем корректировать и в возрасте 4-5 лет. Ребенок уже может носить аппараты, аппараты могут быть удобными, они будут садиться очень хорошо на зубки, не будут сниматься. И молочные зубы к этому возрасту, они готовы, сформированы, у них хорошие корни для того, чтобы расширять челюсть именно в области самой челюсти, а не только в области зубов, то есть достигать хорошего эффекта. Если же мы говорим о втором, как бы то контексте этого вопроса, в каком возрасте нужно заниматься лечением прикуса при аденоидах, то, скорее всего, здесь имеет место, что же мы будем делать с аденоидами, когда они выявлены. Как правило, они особо обостряются в период после 3-х лет, либо к 3-х годах. Официально считается, что с 2 до 6 лет самый активный рост аденоидной ткани в ответ на каждую инфекцию. Поэтому это самый такой трудный период детского возраста. То есть мы сначала смотрим на реакцию лимфоидной ткани аденоидных вегетации, на консервативные методы, на поддержание правильных климатических условий в доме, на увлажнение воздуха, на оздоровление ребёнка в целом. Смотрим за такими важными внешними факторами. Конечно же, не перебегаем сначала к строгим показаниям хирургическим. Если небольшая степень увеличения аденоидов, то, конечно, мы всегда выбираем консервативный способ для начала. Мы наблюдаем и лечим консервативно для того, чтобы ребёнку облегчить и обеспечить правильно носовое дыхание. Если же здесь возникают сложности и не успех, то тогда ребёнок будет нуждаться в расширении челюсти. Расширитель для челюсти может уже использоваться на зрелую молочную челюсть в возрасте 4-5 лет. Но мы всё-таки рекомендуем расширять челюсть ближе к тому возрасту, когда прорезываются первые постоянные зубы. Потому что эффект для челюсти будет более стабилен. Когда прорезаются постоянные зубы, челюсть сама больше увеличивается в своём объёме. Она естественно растёт. И наслаивая на этот естественный рост ещё вот такую вот помощь при помощи аппарата, мы этот рост челюсти достаточно сильно суммируем. Челюсть хороша тогда, хорошая в размере. И форма этой челюсти очень стабильная. Плюс ребёнку 6-7 лет легче понять, где нужно держать язык. Ребёнок активно уже разговаривает. Он владеет речью достаточно, чтобы идти в школу, чтобы уже артикулировать, читать, выговаривать. То есть локопедически быть полностью реабилитированным в школе, чтобы хорошо проговаривать все звуки. И здесь это очень хороший период для того, чтобы и использовать аппарат, и откорректировать после снятия аппарата положение языка. Языку будет удобнее быть на нёбе, и функция будет закреплена правильно. Поэтому здесь есть два варианта лечения. Либо в 4-5 лет, если это строго нужно лечить, очень серьёзно есть предпосылки к тому, что менять лицо, есть аденоидный тип лица, и ребёнка надо лечить уже очень рано. Либо если за этим мы можем следить и назначать определённую функциональную коррекцию, специальные тренировки для мышц, закрывать рот. Если родители ребёнка занимаются в течение дня, правильное положение во сне ребёнка ночью, аппараты-тренеры, то после этого мы можем плавно переходить на лечение на аппаратах-расширителях уже к возрасту 6-7 лет. Это будет очень хороший возраст и очень стойкий эффект. Очень часто как раз и совпадает, что возраст где-то с 4 до 6 лет это самый распространённый возраст, в котором производится и выполняется удаление аденоидов. В случае, если нет эффективности консервативного лечения. И вот как из презентации мы поняли и увидели, что бывает такое, что при не очень большой, высокой степени гипертрофии аденоидов расширение нёба привело к тому, что не только улучшилась челюсть, но ещё и восстановилось носовое дыхание. То есть вполне возможно при таких ситуациях, при небольшой степени увеличения аденоидов, но при этом при изменении челюсти даже просто ортодонтическое лечение плюс симптоматическое лечение аденоидов может привести к тому, что операция не понадобится. Поэтому в этом плане наше сотрудничество лор-врача и врача-ортодонта, оно очень важно. Потому что бывают абсолютные показания к операции, когда ортодонт видит, что форма лица изменилась, что прикус изменился, надо срочно что-то с этим делать. При этом лор видит, что гипертрофия аденоида в третьей степени и практически нет просвета. То есть даже при удаче лечения ортодонтического вероятность того, что носовое дыхание реально улучшится очень маленькая. В результате этого принимается решение, что сначала восстанавливается носовое дыхание, проводится аденотомия, и после этого начинается лечение ортодонта, что вместе приводит к хорошему эффекту, к длительному хорошему эффекту, к постоянному даже, наверное. Да, к стойкому эффекту, и он закрепляется для ребёнка на всю жизнь. У нас осталось буквально 40 секунд. И тут пояснение к предыдущему вопросу. Могут ли стать прививки причиной разрастания лимфоидной ткани? Не встречали такого в практике нигде, ни в литературе, ни в практике, чтобы каким-то образом повлияла прививка от инфекции нетропных к лимфоидной ткани на разрастание. То есть такого ни разу не было, ни разу не встречалось. Как раз чаще всё-таки случается, что, допустим, после болезни мононуклеоз, например, вызванного Эйпштейн-Бар-вирусом, или цеппомигаловирусной инфекцией, может быть резкий и сильный рост лимфоидной ткани, потому что эти вирусы очень сильно любят лимфоидные ткани. После прививок таких наших календарных, таких эффектов мы не встречали. Всё, завершаем.